Здравствуйте! 28 октября, как всегда, по вторникам, состоялось плановое оперативное совещание председателей комитетов и руководителей муниципальных служб города. Текущую неделю в полной мере можно назвать экологической и завершится она в пятницу общегородским субботником. Работа медсанчасти 135 осложняется дефицитом кадров. Это почувствовали на себе уже многие десногорцы. Работа еще у нас пока закрыта, это плавная дезинфекция. Мы принимали к себе женщин взрослым, там шла обработка, сейчас у нас пока еще тоже. Ориентировочно запланировано на месяц 22 до 22 ноября. Если мы уже все быстрее, то нужно обработать все, потом делать все, мы через это останутся. Значит, откроемся раньше. Жалобы идут. Буквально за эту неделю три жалобы президента. Все вопросы касаются того, что не могут попасть на прием к врачу, не могут записаться к врачу. Упуски специалистов мало очереди, потому что кулисты от него родили. Естественно, люди не успевают попасть к этому специалисту. В чем кадровых проблем у нас, это много родилось. Информацию о деятельности некоммерческой организации Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов огласил Дмитрий Геннадьевич Александров. Деятельность регионального оператора направлена на обеспечение проведения капремонта общего имущества многоквартирных жилых домов. На сегодняшний день в законодательстве определены два способа формирования фонда капитального ремонта. Первый способ – это формирование фонда на специальном счете. Решение о формировании фонда на специальном счете принимается на общем собрании собственников. Собрания были проведены у нас на двух домах. Это 4.8 и 4.18. То есть по этим домам фонд будет формироваться на специальном счете. Второй способ – это формирование фонда на счете регионального оператора. Это касается большей части домов остальных всех многоквартирных домов в городе. В связи с тем, что с собственниками не выбран способ формирования фонда капремонта, то есть не проведены собрания, постановлением администрации будет определен способ формирования фонда на общем счете регионального оператора. Постановлением администрации Смоленской области 27.12.2013 года установлен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества на территории Смоленской области. Составляет он 5 рублей 60 копеек в месяц в расчете на 1 квадратный метр общей площади. Начисления за капитальный ремонт начнутся у нас с 1 октября. Квитанции поступят в начале ноября, по почте будут поступать квитанции. То есть региональный оператор будет заниматься рассылкой квитанции. Специалисты комитета по имущественным и земельным отношениям работают в обычном режиме. Комитет сейчас готовит документацию для проведения аукциона на право заключения договора в аренду на размещение рекламных конструкций. Соответственно, согласованной областью схемы будем объявлять одно информационное, 7 плотов. То есть на все, что нам согласовали, будем пытаться сдавать в аренду. Объявление будет, информационное сообщение будет размещено на федеральном сайте, на сайте администрации и в СМИ. В учреждениях образования идет последняя неделя первой учебной четверти. В целях организации детей в осенние каникулы на базе Дома детского творчества будет организован лагерь. Поэтому обращаемся ко всем родителям с тем, чтобы они записывали своих детей в этот лагерь. Программа уже утверждена. Дети будут под присмотром. Двухразовое питание. Поэтому я думаю, что эта проблема занятости детей в осенние каникулы несколько снизит. В дошкольных учреждениях началась прививочная кампания против гриппов. Особенно, конечно, вниманию уделяется работе с родителями, потому что очень многие родители дают отвод своим детям. Но практика показывает, что дети, которые прошли прививки, меньше болеют и лучше себя чувствуют. И на этой неделе впервые в школу города проходит открытый интернет-урок. Мы приглашаем средства массовой информации на просмотр этих уроков. Это еще раз одно мероприятие, направленное на привитие интереса к компьютерным технологиям в школе. О состоявшихся и планируемых спортивных мероприятиях рассказал Олег Николаевич Прудников, председатель Комитета по физической культуре, спорту и туризму. На прошлой неделе на стадионе «Атомтранс» состоялись заключительные игры отборочного тура чемпионата Смоленской области среди юношей по футболу. Где участвовала также наша команда, это команда футболиста, это юноша под руководством тренера Шабуру Николаевича. И они вышли в финал чемпионата Смоленской области, который будет в мае, в мае месяце, проходить. То есть сейчас на данном этапе они входят в шесть лучших команд Смоленской области. Это не только по районам, по городам, потому что от города Смоленского только несколько участников. То есть они многие из Смоленской команды обыграны, что очень приятно. С 6 по 9 ноября у нас состоится традиционный 12 турнир по боксу в памяти директора станции Сергея Петровича Крылова. Открытие соревнований в ФОКе в 16 часов. Это в четверг, 6 ноября. Предварительные поединки уже начнутся в 17 часов после открытия. В пятницу также соревнования начнутся в 15 часов. В субботу в 15 и в воскресенье финалы в 11 часов. Приглашаем болельщиков болеть за наших лесногорских спортсменов. О зарегистрированных дежурной частью ОМВД России по городу Десногорску заявлениях и сообщениях доложил Олег Фёдорович Косов. За прошедшую неделю поступило сообщение о заявлении ОМВД 121, преступления 5, 4 преступления, из них раскрыты. Телесные повреждения 10, ДТП, технические повреждения 16, возгорание 1, смертение криминального характера 6, прочих заявлений и сообщений поступило 83. Составлено административный протокол СИО-118 за нарушение права дорожного движения 83, запрет на курение 21, нарушение права дорожного движения пешеходами 6, неисполнение обязанностей по специальности детей 2, преступления террористической направленности недохущены и неуявлены. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. До свидания. Продолжение следует...